Да, время для шоу. У Джимми Леннона своя фраза, наряду, как и у Майкла Баффера, своя запатентованная фраза, представляет Джимми Леннон соперников. Видим сводную таблицу. Ну и 7 сантиметров, резница в взросле. Высший Александр Усик. Повыше размах, побольше размах рук у Александра. Это, конечно, нужное преимущество. Ну и Майкла Ривна Вага, там 250 граммов, резницы. Да, с первой попытки без проблем оба вложились в рамки этой весовой категории. Хотя был момент, когда понервничал там Али Башир. Не сразу весы зафиксировали вес Головацки. 26 побед. Без поражений. 16 побед досрочных. Вторая защита пояса Дэй Блэй Био. Витаем от чемпиона свиту. Шиштова Вавальского. Судя по тенденции ставок, букмекерских ставок на этот бой, большинство народу ставило на победу Александра Усика, так как сначала был коэффициент 1.4, он снизился уже ближе к поединку на 1.32. 3 раза можно подняться, если поставить на Головацкого можно было. А вот перед боем уже аж в 4 раза ставка возросла. Роберт Бёрд хороший рефери, достаточно опытный. Множество чемпионских боев он обсудил. В принципе, редко, когда к нему были какие-то претензии. Ну что, этот час настал. Секунды до начала боя. Ну что ж, понеслась. Видим трусы у Александра Усика, патриотичные, с гербом, с трезубцем. Цифра 17, понятно, что обозначает. Он родился 17 января, как и Мухамед Али, напомним. Пока что на дистанции тримает свой соперник Олександр Усик. Все довольно обережно. Да, пока что. Старожничают оба, понятное дело. Центр ринга. Где же Головацкий решили на себя немножко принять. Саша, прочувствовать. Ну и скандует. Там вся арена Головацкий-Головацкий. Хоча чимало есть там украинских болевальников, но здесь их пока что голосы, будем верить, загубились в этом море польских фаней. Не перекричать наших соседей. Они поддерживать и болеть тоже умеют. З головы на Тулупна переводить Олександр Усик на печиночку. Так, потрошечку обстреляет с дистанции. Кшиштофа. Хорошо, сейчас. Боковый. Вот, пожалуй, главное преимущество Олександра – это скорость. В принципе, что не возьми, какой компонент не возьми. И, если говорить о боксерских качествах соперников, то практически во всех Олександр имеет преимущество. Он быстрее, он маневреннее, он техничный. Но это бокс. Тут все может случиться. Так что, понятное дело, мы поддерживаем Олександр, видим его победу. Ну и много будет зависеть от того, сколько несподиманок для Кшиштофа Гловацького приготовил Олександр Усик. Украинець, способен и на импровизацию, и на такую нестандартную работу в ринзе, которая также может быть решательной. Саша перед этим поединком, конечно, был очень уверен. Показывал всем своим видом, что он приехал сюда забирать пояс. Ууу, хорошо! Отлично просто начинает первый раунд. Олександр уже прочувствовал дистанцию, с которой можно атаковать, контратаковать соперника. Кстати говоря, Гловацкий тоже любит работать на контратаке. Ну что, я думаю, первый раунд однозначно на всех, на карточках всех судей должен быть за украинцем. Он был точнее, провел хорошие атаки. Второй раунд. Ну что, хорошее настроение, я думаю, у нас уже после первого раунда. Но впереди еще немало трех минуток. Пидается вперед Шишто-Гловацкий. Починает прессинговать, не сидит на Олександра. Можно передбачить, что планует он и ризать кути, и делать ставку на свой акцентованный потужный удар. Пока что завдание Олександра не застоюватися перед соперником и постойно его бентежить своими ударами. Для многих была загадка, и какую тактику выберет Огловацкий. Будет ли он идти вперед? Или будет работать все-таки на контратаках? Ну, мы видим, намеренно Александр отдал центр ринга сопернику, как настоящий игровик, контрпанчер. Он уютно себя чувствует. И наконец мы слышали усик, усик, усик. Огловацкий, можно предположить, что он, скорее всего, будет стараться затянуть бой в поздние раунды и сохранить как можно больше сил. И вот тренер, пожалуй, лучший тренер в Польше, который воспитал нескольких чемпионов мира. Так вот, они говорили, что главный недостаток Александра Усика, что он еще не проходил 12-ти раундовые дистанции. Максимум на профи ринге Александр Усик задерживался на 9 раундов. Пойтинки против Дэнни Уэнтера. Это было в 2014 году. Два года назад практически. Но я думаю, мы все уверены в физических кондициях Александра. Он также должен рассчитывать, правильно рассчитывать свои энергоресурсы на полную дистанцию. Он также понимает, что бой может затянуться. Гловацкий не тот, с кем он встречался ранее. Этот парень хорошо держит. Мы помним, какой роскошный левый боковой в височную область пропустил. Он от Хука мало кто бы встал после такого удара. Но он стал еще и вырвал на зубах, просто вырвал победу и нокаутировал Хука так, как никто не делал и вырвал победу. еще и вырвал победу. И он как-то на зубах. И он 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 очень подвижен, очень маневренен. Он так же, как и Василий Ломаченко, занимался национальными танцами. Поэтому он так хорош на ногах. Так что я думаю, всем, кто хочет заниматься боксом, всему подрастающему поколению, не лишним будет походить немножко на национальные танцы. Розучит его пак, как Александр Узика, раптом знадобится под час фіналу Олимпийских игр и в разе победы в нём. Но немного так накручивает темп Кшиштов Гловацкий. Если первый раунд, наверное, он, конечно, уверенно, отдал Александру, то сейчас больше так наседает. Хотя Узик поки що, ну, майже бездоганно діє. Зустрічаем. Жорсткий стопинг, бачимо, у его выполнений. Чи вистачить Александра, чтобы провести в таком темпе весь бій? Будемо сподіватися. Багато ударов викидає українець. І б'є, так, вдумливо, прицільно. Неплохо сейчас поработал корпусом Гловацкий. Да, пока что всё-таки в атаке у чемпиона мало что получается. Он всё ещё, похоже, изучает очень сложного, пожалуй, самого сложного оппонента в своей карьере. Таких, как Узик у него ещё не было. Потому что таких, как Узик, больше нет. Узик, конечно, уникален, как и Василий Ломаченко. Хорошая двоечка пролетела просто таки и влучила в цель. Через руку небезпечно б'є Шиштоф Гловацкий. Да, виходит на свою дистанцию Гловацкий. Пару ударов прошло. Але є розсечення справа у боку у польского боксера. Это в данном случае не может не тишить. Да, если там действительно пустил кровь сопернику Саша, то это уже один козырь у него в руке. Ну и видно, что сейчас Александр Узик отримает с удовольствием от того, что он делает у ринзи. Наверное, такая вот напевусмешка на обличке. А что может быть лучше, чем работа, которую ты делаешь с удовольствием? Хороший этот раунд. И я думаю, настроение у нас еще более. Пока еще чемпиона Гловацкого. В углу Александра Узика также есть Катман. Это сегодня Дмитрий Лучников из России. Которого мы хорошо знаем еще по работе с украинскими атаманами. Соответственно, и Александр его хорошо знает. Надеюсь, что особо не будет работы у Катмана в украинском углу. Ну и рада Федор Лапин, что говоришь, когда он тебя шукает и выцеливает. Зустречай и на встречу выкидает по кови. Намагается это делать сейчас его подопечный. И Александр пока что вдало уникает неприятный для себя эпизод. Ну что, как и многие предполагали, это логично. По очкам шансов переиграть Александра Узика у чемпиона практически нет. Поэтому он, в общем-то, и не спешит. Поэтому он и не поддерживает высокий темп. Он экономит силы. И я уверен, что он будет набирать обороты уже во второй половине боя. А может и раньше? Зараз было небезпечно. Да, пошел уже более активно вперед Кшиштоф. Что можно сказать? Пока что спостерягаемо дуже видовичный, цікавый, динамичный бокс. Как и предбачали эксперты, фаховцы и болевальники. От опустил на мить руку украинец. И сразу слышал, что это Кшиштоф Гловацкий завдал удар. Приятно, конечно, слышать среди всего этого крика польских болельщиков и наших ребят. И наш десант, который высадился в Гданске. Чудовая серия. И вы видите, как смещается с линии атаки. Александр Усик не остается под ударом Кшиштофа Гловацкий. Просто таки остается перед соперником поражен. Да, и хотя сам Гловацкий говорил и понимал, что именно так и будет происходить в этом поединке. Он знает, что Александр очень подвижен. Но пока что ничего с этим поделать не может. Действительно, Александр не стоит на месте. Он постоянно в движении. Он не coc어줄. Он а потом Plato-Jom. И это будет RICHARD. Он не хочет Tommy-ка. Он и кто True-Ru-Ru-Ru-Ru-Ru. Он не может. Он не может. Он не хочет. Он не может. Виталий и Наталья Крючкова в инсайде. Прожевают, вылются, выливают. Виталий и Наталья Крючкова. Тем больше лично у меня глаза начинают искать потенциальных соперников в Крузервейте. Давай пока что не поспешать, потому что в ринзе цікаво. И действительно Шиштоф Гловацкий, это еще далеко не пройденный этап. Безусловно. Я только хотел отметить, что не Гловацким едином держится Крузервейт. Там еще есть серьезные поляки. Я бы особенно отметил еще одного Шиштофа, владарчика, бывший чемпион мира, который проиграл Григорию Грозду. Но он сейчас находится на топ уровне. Он помогал готовиться, до речи, сегодняшний суперник Олександра Узика. Да, и Кшиштоф владарчик 7 по версии WBO. Так что он уже может рассчитывать на чемпионский бой. И его тоже, кстати, тренирует все тот же Федор Лапин. Напомним, это специалист из России, из Архангельска, который учился во Львове в универе физического воспитания. И потом, после развала Советского Союза, переехал в Польшу. И там стал одним из лучших тренеров. Да, причем, замечательно, легко и непринужденно. Пока что все получается у Александра, даже как-то чересчур легко, да? Но, что поделаешь. Кто-то говорил, что рано еще Александру выходить на такой уровень. Но Александр отрезал все эти сомнения. Говорил, что я знаю свои силы, я знаю свою готовность. И я всех уверяю, что я готов к чемпионскому поединку. Да, Александр Узик это не простой боксер. Нужно учитывать его регалии на аматорском ринге, как это делали в случае Василия Ломаченко. ...эставки этого польского эксперта. Спонсор отраз Local AAA – Фаворит Спорт. Ставки на спорт – це Фаворит Спорт. Тут при всем уважении никак не нарисуешь ни одного раунда для Гловацкого, лично как по мне. Да, проходят иногда удары, но от Александра они проходят намного больше. Хотя, конечно, не забываем, что такое домашние стены, что такое домашнее судейство. У многих как бы сомнений по этому поводу, но я думаю, что не стоит пока что даже волноваться об этом. Не нравится зрителям то, что происходит в ринге, не нравится, что у Гловацки мало что получается в атаке. Что Гловацкий не так активно идет вперед, все-таки вся Польша на него смотрит. Все ожидали, что он будет более агрессивен, будет прессинговать. Тут в данном выпадке боксует так, как позволяет ему Александр Усик. Да, но все-таки не забываем, что Гловацкий контрпанчер. Поэтому он не особо сейчас идет вперед, он ждет ошибки соперника. А ошибок соперник совершает очень мало. Поэтому очень тяжело сейчас Гловацкому выйти на ударную позицию. Тайминг не срабатывает. Не забываем, что помимо национальных танцев за плечами у Усика еще и футбол. Выступал он за Симферопольскую таврю. Это тоже, конечно, большой плюс. И отсюда такая маневренность в ринге тоже. Продолжение следует... В Болгарии сейчас очень интересно. Действительно, вот, справедливые прогнозы перед всем спаррент-партнером и Усика, и Гловацкого, и Кука. Про то, что самое интересное, начнется где-то после пятого, шестого. В седьмом, возможно, мы увидим, вот, найзапеклейшее противостояние в ринге. Да, экономит силы, как мы и предполагали. Скорее всего, во второй половине пойдет Гловацкий вперед. Но Усик до этого готовый. Мне кажется, он это демонстрирует сейчас довольно красномовно. Хороший раунд, температура повышается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Польскому боксеру. Но это его личное мнение. Мы его не разделяем. Надеемся, официальные судьи тоже. Такие атаки для Усика – это не проблема. Такие, наверное, не подготовленные с боку польского боксера. И пока мы слышим этот свист с трибун, все-таки я бы еще обратил внимание на боксеров этого дивизиона. А именно российских боксеров, которых очень много в круизер-вейте, в тяжелом весе. И потенциально, конечно, если все будет хорошо и Усик станет чемпионом мира, то нас ждут, конечно, очень интересные украино-российские противостояния. Денис Лебедев, пожалуй, самый сильный российский боксер, который владеет двумя поясами – IBF и WBA. Наиболее, наверное, грозный россиянин на сегодняшний день. Очень опытный. Также там есть ребята, такие как Мурат Гасиев, Максим Власов, Дмитрий Кудряшов, Рахим Чехкиев. Вот столько фамилий, представляющих Россию, находятся на топ-уровне, в пятнашке сильнейших. Все эти ребята могут оспаривать пояс чемпиона мира. Не забываем, что у нас есть Дмитрий Кучер и также много вихованцев. А мы, конечно же, должны отметить Дмитрия Кучера, который тоже находится на топ-уровне. Он на девятый по версии WBO. Нам, конечно, не хотелось бы увидеть такое дерби украинское. Я думаю, у Кучера есть с кем боксировать, есть и другие чемпионы. Но если пересекутся их пути, все может быть. Посмотрим и этот бой. Пока что у нас Гловацкий. Это еще нерешенная проблема. Пояс пока что у польского боксера. С гонгом пробил усик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На спорт, это фаворит спорт. Восьмый раунд распочинается. Ну что, быстро летит время. Восьмой раунд. Я думаю, в хорошем расположении духа находятся все зрители, все, кто поддерживает Александра, как и мы. Все идет по плану. Пока что такое впечатление, что прогноз Виталия Кличко наиболее близкий. Напомним, он считает, что Александр Русик одержит победу по очкам. Пройдет полную дистанцию. Но нам, конечно же, хотелось бы, чтобы та традиция побеждать досрочно на профи ринге продолжалась. И юбилейный десятый бой также был закончен досрочно. Время еще есть у Александра. Если не удастся свалить, то, в принципе, и то рассечение может сыграть роль. И бой может быть закончен из-за этой травмы. Все может быть. Сечка может усугубиться, так как туда Саша регулярно пробивает. Многоударные комбинации, серийная работа от украинца. Саша делает свое дело, как бы ни работал корпусом Кшиштоф, как бы ни качал маятник. Саша очень быстро, оперативно вычисляет траекторию, по которой следует пробивать. И кладет удары точно в цель. Абсолютно на данный момент перевагу мает Олександр Усик у Руси. Передусім в работе на ногах, про которую уже ишлося. И не встигает, отверто не встигает за ним Кшиштоф Глубка-Гловацький. Делает попытки, бросается. Я бы сказал, отчаянно бросается Гловацький. Нарывается на контратаке от украинца. Субтитры создавал DimaTorzok Делает попытки, бросается. Ванюк ответил на один из вопросов о тактике, о стратегии. Думаю, что Саша все сам знает. Витягти на себя намагается сейчас Кшиштох-Головаски Александра Усика. Александр, ну, не ведется на провокации. Доконит свое. Мало работы у рефери. Сам Кшиштоф еще перед боем говорил, что он не любит грязный бокс, не любит грязные приемчики. Таки да, фактически чистый боксер. Затяжная такая атака Кшиштох-Головаска, но здесь больше в защиту проходятся удары польского боксера. Ну, я думаю, что на повильном повторе мы еще побачим более детализованно этот эпизод. Саша очень хорошо чувствует своего оппонента. Он уже изучил его со всех сторон. Он знает, откуда прилетит удар. Поэтому, даже если и принимает на себя, он амортизирует эти удары. Все идет по его плану. По очкам победа, я думаю, уже у нас в кармане, вернее, в кармане у Александра Усика. Но не забываем, что такое бокс. Тут может быть в любую секунду сюрприз. Но Александр чудово вивчив поединок Кшиштоха против Хука и прекрасно понимает, что до последней секунды Кшиштох-Головаски небезопасный. По корпусу отвечает поляк, пропустив неплохой апперкот от украинца. Под разными углами, очень разнообразно комбинирует украинец. Мало когда повторяется. Александр Усик, конечно, отдавал тоже должное Анатолию Николаевичу Ломаченко, который тренировал его, многое привнес в его школу, в его мастерство. И сам Усик говорил о том, что старается повторять многие приемщики Василия Ломаченко. Мы видим элиту украинского и польского бокса зараз. Речь идет о твоем авторитете. О какой патриотизме идет речь, если ты отдаешь раунды несправедливо. Хорошо, что это не официальный судья, а некий эксперт из Польши. Подходит с ударом Кристоф Гловацкий. Но этот удар, ну, в защиту приходится здебольшего. Проснулись зрители и болельщики пока еще чемпиона Гловацкого. Логично, нужно помогать своему любимчику, раз дела идут так плохо, конечно же, нужно поддерживать его. Пока что у Гловацкого, ну, практически ничего не получается. Очень мало. А так, с его стороны, просто не успевает. Тут решает скорость украинца. Продолжение украины обстреливать Кристофа Гловацкий, который, как хорошо, повернул после того, как провелился Кристоф Олександр. Можливо, они такие сильные размашистые удары украинцы, но они так вот много больше включены. Вышел из угла Усик. Буквально вышел из угла, я бы сказал, из кута, залишивший польского боксера ни с чем. На кураже проводит этот бой Александр. Учел уже он, что-то, Гловацкий. Впевненно доволен поводится у рынка Александр. Да, вот еще одна особенность Усика, умение просчитать оппонента. Ну и бачите, он четко его Кристоф Гловацкий для того, чтобы пробить на встречу. Ну и не даем шанс такой Александр наразе. Отличный раунд для нас. А тем времен чемпионские раунды у нас уже идут. И это одиннадцатый предпоследний раунд. Не так много времени осталось у Гловацкого, чтобы что-то изменить, чтобы сохранить пояс и одержать победу. По нашему скромному мнению, Александр Усик выигрывает по очкам однозначно. Ну не выглядит, я бы сказал так, поляк как чемпион. Знову ж таки, пока что не хочется наворочить. Ой, молодчинка, слева прилетает Кристофу в голову. Да, незаметно так Саша отбивает блок соперника и тут же наносит удар. Есть такой приемчик в арсенале многих украинских боксеров, в том числе и Василия Ломаченко и Соберинчика. Так любил в свое время делать и Виталий Кличко. Убрать защиту и тут же туда пробить. Ой, молодчинка, Александр. Ууу, какая роскошная атака от украинца. Вспринял он у себя. За бомбы в узы голову. Гловацкий. Да, конечно, он крут, что так хорошо держит. Но все это выглядит не в его пользу. Роскошная атака была от украинца. Все очень быстро и точно. Размашистые такие левые кроссы пробивают периодически Гловацкий. Но насколько это медленно все. Но я бы не сказал, что повинні, но они не подготовлены в большей мере. Ну, все-таки на фоне Александра Усика это выглядит все медленно. Это не та скорость, которая может застать врасплох украинца. Если пропускает Саша, то он успевает эти удары амортизировать. Принимает мягко. Поэтому никакого урона они не несут. Ну что, сделать попытку Александра все-таки одержать победу досрочно. Так что так особо не вкладывается в удары украинец. Так, особо не рискует насправді. Разумеючи ударную митця Шристафа Гловацкого. Ну и разумеючи те, что польский боксер тримает удар прекрасно. Но и бить себя Александр Усик не дает. Скандируют поляки, но пока что это не помогает Гловацкому. Он попросту не знает, что делать. Та однообразная работа, которую он демонстрирует, ничего не дает. Рунда двунаста, остатня. Финальный раунд. Финальная трехминутка. И совсем немного осталось времени для фразы ринг-анонсера Джима Медленна-младшего. Эмда Нью. И новый чемпион мира. Мы очень надеемся, что мы услышим именно эту фразу. Думаю, в этом раунде Гловацкий будет делать все возможное и не возможное для того, чтобы как-то изменить выражение судей или вообще перебег боя. И падает Александр. Что это было? Роберт Бёрд не считает, что тут был нокдаун. Не было, не было. Подскользнулся Александр. Все нормально. Мне кажется, где-то ногой подбил ногу. Тоже в пятки уколола, но все нормально. Бой продолжается. Посмотрим на повторе, что там было. Давай не забегать наперед, потому что зараз, мабуть, наибольший ответственный раунд для Александра в жизни. Все нормально, все спокойно. Две минуты до конца этого боя. Гловацкий, ну, должен, конечно, он должен идти вперед. Он должен сейчас выкладываться на все те силы, которые у него остались. У Саши, мы видим, тоже сил достаточно. Хорошая серия. Гидная очень ответственно от украинца. Легко и непринужденно. Пробивает четкие серии комбинаций. А Гловацкого заносит от собственных промахов. Ну и зараз демонстрирует Александр, насколько он швидше за своего оппонента. Останние секунды залишает за собой. Пробивает, заходит за переднюю ногу соперника Александр. И снова пробивает правый боковой. Дублирует эти удары. Все четко. Все в цель. Вы знаете, все-таки большего, большего я ожидал от Гловацкого. Но ты боксируешь так, как дает тебе соперник. Саша не дает возможности проявить себя Гловацкому. Ну и зараз просто так и доводить остаточную не сдается до Роспаджа польских болевальников. Говорит лишь об одном. Александр Усик действительно, действительно лучший, лучший в этом дивизионе. Похотнулася так голова Кшиштофа Гловацкого. Веду дару Олександра Усика. И зараз Олександру главное не потрапить под шаленный удар Кшиштофа. И продолжить рухатися. Тут совсем трошки залишилось. А еще и с ударами. Так, так, так. Так уверенно. В десятом бою на профи ринге Александр Усик становится чемпионом мира. Да. Становится чемпионом мира. Мы ждем с нетерпением официального оглашения результата. Но я думаю, ждем мы его с оптимизмом. и я не знаю консистиняться результата. Но и полностью покинули сердца во чашку. Эта штука побед-непний докторг пона відповітано. Что нельзя людям в том, чтобы деле не против или возникало. Немногоiersа. Значит, не ожидали мы и в очередь над этим и днем. Немного места от разных основных當然 да mourн. Ип pink пастава. Я немножко не понимаю sitä. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...